Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы сделаем абсолютно честный обзор на фазу 1 и попытаемся разобраться, чем этот коллекционный тяжелый танк 9 уровня настолько уникален, что разработчики наделили его настолько мизерным шансом получения среди игроков. Что касается процента выпадения, если допустим посмотреть в батл пассе, в контейнере, который вы можете в конце открыть, то процент выпадения данной машины составляет всего 0,05%, то есть 0,05%, даже не 0,5%, а 0,05% это в принципе ни о чем. Но и в целом это является причиной, почему данных тяжелых танков на руках у игроков настолько мало. Что касается второй уникальности по машине, я не знаю ни одной другой машины в нашей игре, у которых есть 4 гусеницы. Ну реально, две справа, две слева, смотрится просто имбово, действительно в отношении внешнего вида. Я не могу ничего сказать, машина очень красиво прорисована, очень классная, обалденные черты, в чем-то напоминает акулу по башне. Что касается корпуса, где-то как-то, какие-то отголоски полубритании, полу СССР, короче говоря, довольно прикольно, довольно интересно. Но в целом, ребята, пока это все, что я могу подчеркнуть для себя из уникальности машины. Потому что если вы обратите внимание на ее технические характеристики, то сами убедитесь в том, что уникального, допустим, в орудии нет вообще ничего. Здесь обычный разброс в 0.335, здесь вполне типичное время сведения, а то и даже большее время сведения, чем у некоторых машин на 9 уровне, в 4.3 секунды, ребят, это с учетом установленного оборудования и наличия соответствующей амуниции. Что касается пробития, да, пробитие хорошее, добротное, 250, но тоже ничем не уникально. Альфа 400, тоже никого не удивишь, я бы не сказал, что крайне мало машин на уровне, которые обладают такой альфой. Есть, ребята, и более альфовые на этом уровне. Что касается кумулятивных, тоже абсолютно ничего уникального, я не вижу в голдовых снарядах, в уровне их пробития и в средней альфе, которые они заносят. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 10, ну окей, хорошо, потенциально крайне комфортно. Но в целом сказать, что меня это удивляет, нет, ровно как и угол поднятия орудия вверх. Что касается брони, обратите внимание на комбашню, она не такая уж и маленькая. И теперь, если мы посмотрим на все это дело через призму бронирования на специальном ресурсе, то вы увидите, что башня не обладает в отношении комбашни броней абсолютно. То есть, в принципе, выцеливать сюда можно и сюда выцеливают, и это очень неприятно. Что касается нижнего бронелиста, я бы не сказал, что он есть. Я бы сказал, что это больше передний бронелист, чем нижний, потому что он, в принципе, стоит практически прямо, и здесь нет никакой практически приведенки. 109 миллиметров, это вообще ни о чем на своем уровне. Да, окей, верхний бронелист довольно классно сделан в отношении приведенки. Здесь танцует все там от 400 с копейками, а дальше вообще выходит за горизонт. Но не одним только вот этим верхним бронелистом отыгрывать. Что касается башни в целом, то по бортам башни, как я говорил, напоминает акулу. Здесь очень хорошие приведенки, но только стоит тебе неправильно немножко как-то отыграть, и ты оголяешь довольно-таки существенные по размерам серые зоны. Ну, а если прям совсем довернул, то сзади вот в этот вот вещащий сзади затылок, ну, в принципе, прилетает, мама, не горюй. Поэтому сказать, что по броне это какая-то имба неприступная, да нет, я бы не сказал, абсолютно таки себе заурядное бронирование. Ничем не уникальное и ничем не поражающее. Да, окей, можно опустить ствол на минус 10 вниз. Крайне комфортно отыгрывается, вопросов нет. И вот в такой проекции комбашня практически не видна. Но здесь надо умудриться еще нормально спрятать нижний бронелист. Хотя при таком углу склонения в целом можно найти какие-то холмы, с которых вы будете вот так вот как-то свисать немножечко стволом и, соответственно, отстреливать. Что касается сравнения с другими машинами. Я сидел долго рассматривал эту таблицу и так и не смог для себя найти ответа, что здесь уникального. Единственный параграф, который я нашел, точнее пункт, да, в одном из параграфов, я вам потом его в конце покажу. Что касается ДПМ. Как видите, 2480 единиц никого не удивит. Потому что, да, можно сказать, что, ой, сколько машин с более низким ДПМом. Но, ребят, сколько машин есть с более высоким ДПМом. Я убрал отсюда наши, словно известные, барабаны 9 уровня. Но даже среди цикличных орудий, как вы видите, есть с кем, как говорится, потягаться. То же самое касается всего. Это касается и пробитием, которое, в принципе, никого не удивляет. Это касается альфы, которая никого не удивляет. Есть по 400, есть по 420, есть вообще 470. Что касается времени перезарядки, времени сведения и подобных характеристик, количество выстрелов в минуту. Ребят, ну, просто ни вашим, ни нашим что-то среднее абсолютно. Скорость полета снаряда. Окей, можно сказать, одна из лучших на уровне. Ну, все, сказали дальше, что... Сказать, что он там будет намного круче отыгрываться, чем, я не знаю, тот же самый М103, у которого точно такая же цифра по орудию. И, кстати, обратите внимание, что М103 максимально похожие, да, характеристики по орудию, только в чем-то они немножко лучше. Альфа та же самая, да, там, пробитие плюс-минус, там, то же самое, на 8 единиц больше. Поэтому сказать, что орудием он уникален, я не могу. Сведения, разброс, УВНы, все это неудивляющее абсолютно. Скорость машины. Можно было бы сказать, что это самая подвижная машина на уровне, именно поэтому фаза уникальна, но нет, ребят, есть те, которые передвигаются гораздо быстрее. Да, есть также машины, которые движутся с такой же скоростью, как мы, и есть более медлительные. Но сказать, что они прям совсем тащатся где-то сзади, я не могу, потому что 36-38, это не так уж и страшно, ребят. Единственное, что я нашел, действительно, вот такое, знаете, уникальное, то, что бросается сразу в глаза, это просто количество игроков, которые играют на данной машине. 52 игрока, и это неудивительно, потому что пойди найди ты фазу, и потом еще и, имею счастье, ее выкатить из ангара только. А достать ее, как я уже говорил, процент крайне мизерный. И процент по победам здесь тоже типа классный, 59%. Но есть машины, у которых этот процент выше, тот же самый 50ТП прототип, имеет 60% побед. И сказать, что в принципе он там типа намного круче, чем другие машины на уровне, ну да, в чем-то круче. Но опять-таки, если вы посмотрите на того же самого прототипа, вы увидите, что есть машины, которые поинтереснее. А здесь 52 игрока, играющих, и в принципе это единственная уникальность машины. Да еще и статистика здесь танцует, в принципе. Как мой сосед пьяный где-нибудь на дискотеке. Поэтому я для себя, ребят, не нашел абсолютно никакого логического объяснения, почему данная машина является уникальной в нашей игре. То есть если бы я получил машину, в которой супер броня какая-то неприступная, ну я бы понял. Если бы я получил орудие, которое всех разносит в щепки на уровне, я бы тоже понял уникальность данной машины, и почему такой маленький процент выпадения ее из контейнера. А также у меня есть предположение, что эта машина уникальна только лишь потому, что их мало. Это знаете, как какие-то раритетные автомобили, которые, ну не сильно были распространены. Их сделали буквально несколько штук. Он не сильно быстро едет, он ничем не отличается по комфорту, он ничем не отличается по надежности. Но он уникален, потому что их мало. И возможно именно в этом уникальность данного танка. Возможно именно на этой машине, заезжая в бой, первая реакция игроков, которые встречают тебя в бою, нифига себе, против меня будет играть фаза. Против меня играет игрок, у которого эта машина есть, и он капец какой фартовый чувак, если она ему выпала из контейнера. Да, многие подумают по поводу того, что против меня играет какой-нибудь ютюбер, который делает на нее обзор, пользуясь своим пресс-аккаунтом. Но все-таки есть эти машины, ребят, и у некоторых из нас, кто просто фартово выбил себе его из контейнера. Ну что, попытаемся заценить. Я попытался максимально раскрыть свою мысль по поводу данной машины. Осталось только ее покатать, для того, чтобы понять, может что-то в бою раскрыться должно такое, что не могло быть вмещено просто в сухой смысл каких-то сухих цифр в таблицах и в характеристиках по данной машине, стоя в ангаре. Подвижность. Едет классно. Я не могу сказать, что я не понимаю подвижность данной машины. Она очень прикольно передвигается. Я ощущаю себя на каком-то хорошо бронированном среднем танке. На месте разворачивается как тяж. В этом не откажешь абсолютно. Действительно, какой-то бодрый такой, знаете, скорости поворота на месте я не ощущаю. Угол склонения орудия бомбический. Просто суперский. Вопросов нет. Эти минус 10 отыгрываются, как все минус 20. В этом ли уникальность машины? Может быть. Может действительно данная машина позволяет отыгрывать на вот таких вот неровностях и выставлять на показ исключительно свою крепкую башню. И как вы видите, тот же самый Defender, он решил со мной не связываться. Но в первую очередь это связано с тем, что у Defender все-таки не то орудие, чтобы настолько бодро сражаться с девятками, как ему бы хотелось. Ну что, попытаемся подъехать сюда, помочь здесь. Дело в том, что сейчас нас продавят с той стороны. Мы абсолютно с левого фланга не прикрыты. Там нас уже довольно существенно продавили. Как вы видите, пробивают меня в башню абсолютно спокойно. Голдовый снаряд и точность орудия. Я бы не сказал, что точность орудия прям такая, знаете, которая белки в глаз готова забрасывать. Отходим. Нам необходимо занять какую-то вот такую позицию выжидающую, потому что сейчас приедут явно с вот этой вот стороны. Вот уже ребята потихоньку подкрадываются к нам. Однозначно кто-то сейчас начнет жадничать, кто-то попытается выехать. Я получаю еще на 300 и продолжаю убеждаться в том, что, по крайней мере, в отношении брони ультимативности здесь нет абсолютно никакой. Скорость перезарядки орудия. Но я бы не сказал, что она прям совсем быстро перезаряжается, эта пушка. Она просто перезаряжается, да, она перезаряжается комфортно. И я не ощущаю там времени перезарядки таковым, которое мне делало бы безудержно как-то больно и неприятно. Но и сказать, что я перезаряжаюсь, как тот же самый Чифтейн, да нет, не точно так же. Сейчас немножко даже ускоримся, я очень хочу ВК-шечку добрать. Я понимаю, что, в принципе, бой для нас проигрышный, но хоть что-то годное попытаться в бою сделать очень сильно хочется. Танковать. Не получается особо танковать. Боеукладку мне кританули, ну и, соответственно, вынесли меня в ангар. Плохо ли я сыграл? Возможно. Но я ожидал от данной машины чего-то большего. Чего-то большего, чем просто уникальность своей редкости. Рассчитывал на то, что может будет какое-то большое количество рандомных рикошетов, я не знаю. Или может действительно какое-то суперточное орудие. Так или иначе, я за этот бой сделал 2550 урона. Много или мало? Не знаю. Необходимо еще сделать одну каточку, ну и понять, в принципе, на что способна данная машина. Что касается результативности по фарму. Нет у меня информации по коэффициенту фарма. Но если посмотреть на результаты, то за этот проигрышный бой, хотя неплохие результаты плюс-минус, я получаю, ребят, 22800 чистоганом. Но это с учетом того, что я пополнял боекомплект. И то, я пополнял его голдой, кстати. Поэтому, в принципе, затянуло в основном пополнение амуниции и снаряжение. Кстати, сумма довольно-таки не кислая у меня получилась. Если вот так вот на калькуляторе прикинуть. Более 22000, да, получается у нас. Что касается результативности по команде. То в своей команде я занял первое место по урону. Ну что, я предлагаю сейчас первое, что сделать, пока я не забыл. Это сугубо из жадности, даже несмотря на то, что я играю на пресс-аккаунте, сменить стоимость на серебро. Потому что, несмотря на то, что у меня очень много золота, меня все равно продолжает жадность заедать и его тратить. Ну и отправляемся еще в одну катку. Для того, чтобы посмотреть, насколько ровно от боя к бою играется фаза. Есть ли какое-то позитивное ощущение от машины? Да, безусловно, есть. Меня не покидает мысль того, что я сейчас захожу в бой на крайне редком танке. И могу отчасти покрасоваться в боях с собой. Ну и, соответственно, своей машиной. Но даже не в этом, наверное, кайф. А в том, что машина действительно отыгрывается приятно. Вот ощущение от боя у меня... Ну, как бы это правильно объяснить? Отсутствие какого-то груза. Да, то есть вот я абсолютно спокойно захожу в бой. Я абсолютно спокойно еду. Я абсолютно спокойно сейчас разворачиваюсь. И сваливаю отсюда, потому что меня никто не поддерживает. Если же серьезно продолжать разговор по тем фазам, то я абсолютно спокойно захожу в бой. Я получаю удовольствие от игрового процесса. Потому что меня не смущает ни скорость передвижения, ни время сведения. Ну, про точность орудия не сказал бы, что не смущает. Хотелось бы чуть лучше по результатам предыдущего боя. Но в целом меня в этом танке не смущает ничего. То есть это по ощущениям абсолютно нормально, качественно сбалансированная машина. Коими по большому счету и должны быть танки в нашей игре. Хотя с другой стороны, если в игре не будет существенно дисбалансных машин по характеристикам, то и играть будет скучно, потому что все машины тогда будут практически одинаковые. Что я имею в виду под словом дисбалансные? Я не говорю о том, что они идут в дисбаланс с другими машинами. Я говорю о том, что играется на фазе легко и непринужденно, потому что ты не зажат каким-то конкретным пунктом по характеристикам танка. Ну вот допустим, есть машины, которые имеют зашкаливающий уровень урона за один выстрел, но при этом ты страдаешь от крайне долгого времени перезарядки. Есть наоборот крайне быстро перезаряжающиеся орудия в нашей игре, но при этом ты страдаешь из-за того, что у тебя низкий уровень альфы. А здесь же машина идеально сбалансированная во всех технических характеристиках. В подвижности, в поворотливости, во времени сведения, в альфе, которую ты закидываешь. Это все действительно настолько приближенное к идеалу, что наверное поиграв на этой машине, ты начинаешь понимать, почему он такой редкий. Почему разработчики его не тиражируют? Почему они не предоставляют возможность получить данную машину большому количеству игроков? Потому что если таких машин будет много, то катать будут именно их. И потому что именно эти машины захотят брать. И потому что именно такие танки захотят видеть в своем ангаре преобладающие большинство игроков. И в принципе я их понимаю. И скажу вам откровенно, если бы данная машина появилась на продаже, то я бы не пожалел ни об одной золотой монете, которую заплатил бы за нее. Объективно, несмотря на то, что это девятка, я крайне предвзято отношусь к девятым уровням, потому что считаю, что ты уже не восьмерка, но еще не десятый уровень. Данная девятка, наверное, действительно одна из лучших в нашей игре. Да, пускай я нанес неполных 2200 урона, и я сделал два фрага, но я получил при этом, ребят, кайфа, фана, удовольствия и позитивных эмоций, таких, каких я получил бы на другой машине, если бы я сделал, ну не знаю, 1400-1500. Вот серьезно, я занял второе место, а по ощущениям я был лучшим в команде. Я вообще просто разрывал. И при этом всем, ребят, я кайфовал и не напрягался. Наверное, в этом уникальность фазы. Я очень сильно надеюсь, что многим из вас посчастливится выбить себе данную машину из контейнера. Любого контейнера, не обязательно в батл пассе. Я очень сильно надеюсь, что вы будете получать удовольствие от игры на других машинах, такое же, как я сейчас получил, играя на этой коллекционной девятке. Это было абсолютно честное мнение по поводу фазы 1. Я высказал свое мнение в отношении недостатков данного танка. Но я попытался в то же время раскрыть и все позитивы данной машины, которые и делают ее уникальной. Ребят, играйте ради удовольствия, а не ради статистики. Получайте удовлетворение от боев. Фантись, веселитесь. Ну и если вы за честные обзоры, если вы за фан от игры, обязательно подписывайтесь на мой канал, участвуйте в розыгрышах. В частности, есть ссылочка в описании к данному видео, посмотрев которую вы узнаете, как можно выиграть особый пропуск на батл пасс следующего месяца. А на данный момент у меня все. Всех благ. Всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.